Вероника В комнатной квартире проживают как минимум три девушки и маленький ребенок. Специалисты говорят, что подобных рейдов подростки побаиваются, ведь получить реальное наказание может каждый из них. Ты за себя-то подумай, то есть угроза у тебя получается отмена условного осуждения. Ты же не хочешь, я думаю, места для жизни и свободы, правильно? Ну туда, по-моему, никто не стремится. Смотри, ты несовершеннолетний, не проживаешь дома. Чем нарушаешь? Обязанность, положенное судно. Прежде всего. И поэтому ситуацию надо решать. Мы пользуемся с наименьшими потерями. Сегодня в списке сотрудников инспекции Вероника не единственная. В Центральном округе условный срок имеют 15 несовершеннолетних. В основном за воровство и мошенничество. Раз в три месяца в гости к этим ребятам наведываются специалисты. В основном без предупреждения и вечернее время. После 10 часов вечера по закону подростки обязаны находиться дома. Если нет, то за этим следует новое наказание. За одно такое нарушение суд может продлить условный срок, либо вовсе отменить его и отправить в места лишения свободы. Как правило, подростки стараются не перечить суду. Придя домой по месту жительства несовершеннолетних, мы видим картину собственными глазами, видим условия быта, в которых у нас проживает ребенок. Можем оценить семейную ситуацию, можем посмотреть вообще образ жизни несовершеннолетнего и самостоятельно, скажем так, спрогнозировать его дальнейшее поведение. Станет ли Вероника на путь исправления, психологи не знают, но шанс реабилитироваться ей дали. А воспользуется ли она им или нет, решать ей самой. Илона Жукова, Сергей Можитов, телекомпания «Город».